В Саратовском районе продолжается строительство южного подхода к аэропорту Гагарин. В прошлом году дорожники проложили 6 километров будущей трассы. В планах на 2019-й обустроить участок от Новой Липовки непосредственно до Соборовки. На днях ход работ проконтролировали члены специально созданного общественного совета. Майна высота, да. Потом будут сетку ставить, мы узнали у начальника. И асфальт. Асфальт сколько? 7,7? Ну подожди, когда сейчас. 5,7, да. Но пока технология вроде сорвутается. В данный момент смотрим, как мы понимаем, мы смотрим вот этот подстилающий слой, как говорится, в эту подушку саму. Вот. Смотрим, чтобы главное она была качественной. И как мы понимаем, мы общественники понимаем, что она должна быть очень жесткая, крепкая. Но видео на сегодняшний день пока видим, что подстилающий слой нормальный, толщина нормальная. Вот. Так что, все как положено на проект, я думаю, строители вот они присутствуют, они же отвечают за это. Отличные впечатления. Я считаю, качество на хорошем уровне. Если таким темпом продолжать, то дорога будет отличной. То есть проблем нет. То есть, график, вклады движения, сопережения, давайте посмотрим, так что обязательно без фальши. Значит, по инициативе Вячеслава Викторовича Володина. Вот. Создан в Саратском районе общественный совет, это как бы вновь создан общественный совет именно по контролю за строительством подъездной дороги к аэропорту Гагарина. Вот поэтому общественный совет сегодня присутствует, как бы уже вот в работе. Сегодня мы присутствуем на этом объекте, где, встречаясь и с руководством строителей, и с рабочими, и с мастерами и так далее, которые мы говорим, что мы будем здесь постоянно до окончания строительства дороги, мы будем постоянно здесь навещать, проверять, контролировать. Ну и, в общем-то, завяжутся такие деловые связи для того, чтобы мы, как Вячеслав Викторович говорит, что должно быть все, любой объект сделан качественно. Южный подход примерно на 20 километров позволит сократить дорогу к аэропорту Гагарин. Работы здесь обещают завершить к открытию воздушной гавани, которая намечена на конец августа.